всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас луцкий александр у нас рубрика прогнозы моделирования фифа 18 матч евро кубков с участием наших команд российских циск базе сегодня циск базе у армейцев очень серьезные проблемы составом очень много травм но при этом вроде бы только дзагоев точно не сыграет насколько я помню читал новости поэтому вместо него выйдет жемалединов витиньо пойдет под него жемалединов витиньо будет пара нападающих щенников верн влом головин надхо фернандес игношевич васин березуцкий тут в принципе все нормально я бы игношевича конечно лучше на второго брата заменил вот так ну алан загоев да все-таки пропустит этот матч кучаев тоже травма ну кого гордюшенко поставим тогда поехали базе во втором туре группового этапа лиги чемпионов раз совершенно сумасшедший сыграл уничтожил это кто такой азиат в циска уничтожил абсолютно бенфику и это было очень очень неожиданно сенсационное поэтому надо опасаться этих ребят смотрите куда васин пришел в атаку подключился жемалединов один в один с балантой не справился марио витиньо делает забегание витиньо подача на дальнюю штангу это щенников и пробил же вратарь базеля только спас витиньо подает угловой в центр штрафной на василия березуцкого головин на подборе александр нет щенников еще один навес снова вратарь марио фернандо скидка в штрафную но там никого ну что пока проходы по флангам и навесы работают в принципе витиньо развернулся дальше что еще один разворот двоих накрутил над хо вибарс в центр пас жемалединов еще передача все на коротке а это к сожалению полный провал обороны цска существенный такой провал чем базе и воспользовался 1-0 швейцарцы повели можете сейчас посмотреть выдвинулся вернблум выдвинулся васин и один березуцкий остался василий что он мог сделать с акинфеевым раскатали до пустых ворот рикки ван вольф вольф свинкел забил да та самая фамилия любимая для комментаторов щенников ложный замах передача жемалединов под витинью открылся и вроде бы ему никто не мешал изначально пробить но потом конечно линия обороны накрыла этот удар вибарс над хо пас на флант марио фернандес ну что еще один навес и это уже получше даже было но жемалединов пролетел мимо меча жемалединов на витинью ну тут забить да хорошо два нападающих сейчас взаимодействовали жемалединов не пожадничал нашел витинью передачей бразилец сравнивает счет на двадцать девятой 1-1 а начал все головин пас жемалединову разворот пас в центр и за витинью здесь не уследили головин обыгрывает один в один дальше что витинью почему не открываешься почему стоишь на месте витинью здорово прошел одного тоже в обыгрыш пошел головин дриблинг еще витинью не получает мяч опережает его защитник опережает к сожалению марио фернандес на витинью бразилец мячом никто за ним не успевает надо резать на марио вырезал на щенникова и жора жора георгий георгий что это за удар первый тайм позади 1-1 равна игра с небольшим преимуществом армейцев у нас получается хотя по ударам тут видите слезка большое преимущество и снова же малединов на витинью вратарь вытаскивает и опять георгий щенников заряжает в молоко марио фернандес на витинью подачи они дают ему пробить фернандес сколько подач уже сегодня сделал головин обыграл один в один одного защитника на 2 уже не пошел а может быть и зря итоги пас неточный отдал витинью красиво развернул защитника входит штрафную скорости стартовой не хватило бразильцы сейчас отличный пас на фернандеса фернандес прострел никто там не замкнул головин головин с мечом ложный замах с надку сыграл головин нет александр далеко отпускает меч скидка верн блума идеально разыгран штрафной просто идеально марио фернандес 2-1 вот это было красиво наигранный штрафной можно сказать и понтус как сбросил мяч и идеально просто и нет никакого офсайда здесь вот она скидочка марио фернандес неужели он принесет победу его гол цска в этом матче тут совершенно один игрок швейцарцев после подачи ой обошлось не без сейва игоря кинфеева ну а здесь что опять через головина не можем выйти в атаку опасный момент алексей березуцкий будет угловой 72 минута базиль взялся за дело базиль начал давить щенников на ложном замахе и делает передачу штрафную витинью там в прыжке пытался как-то поразить ворота марио фернандес дальнюю девятку выцеливал алексея или нет это василия березуцкого там вместе с мячом хотели в ворота послать но василий мы знаем не робкого десятка так просто это у швейцарцев не получится опасно витинью в разрез от головина какая тонкая передача почти прошла ой 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 где оборона здесь у нас марио фернандес еще марио фернандес понтус проиграл тоже позицию базиль давит но это не опасный удар совершенно не опасный 84 минута цска по-прежнему впереди 21 жемалединов надо бить отсюда снова вратарь базиля ну что последние секунды уже я думаю это победа навесно березуцкого вратарь снова выходит жемалединов на технику попадает в алексея березуцкого в лицо алексею березуцкому и назад надо бежать из этого родилась контратака базиля как бы это комично не выглядело курьезный мог быть гол сейчас вообще атака базили но нет обошлось жемалединов все официальный прогноз от развлекательного канала sntg на матче цска базе 21 победа армейцев посмотрим как он будет в реальности но и вы не забывайте писать прогнозы свои в комментариях прогнозы на реальный матч естественно и конечно же с прояснениями будет интересно почитать всем пока